Добрый вечер. Я Дмитрий Гуркин. Я темлит EOS команда ACQ. И я расскажу вам о том, как мы оптимизировали сборку нашего приложения. В целом жизненный цикл у нас в версии примерно происходит по следующей схеме. Мы каждый день собираем альфа сборку. Туда попадают самые свежие изменения, которые делают разработчики. Эта сборка практически без тестирования попадает в руки менеджеров команды. Соответственно, они могут дать довольно быстрый фидбэк от того, что плохо, что хорошо, правильно ли они продумали фичу или нет. Далее мы разрабатываем, разрабатываем. И в какой-то момент, когда считаем, что по этой версии мы все, что хотели сделали, мы прогоняем короткий тест и по результатам открываем на уже более большую аудиторию бету сборку. Соответственно, она попадает на всю аудиторию компании. Можно получить более широкий отзыв о том, что хорошо, что плохо. Если здесь возникает какая-то проблема, то тогда мы возвращаемся к альфе, там что-то правим и снова в бету. Если все хорошо, то в этом случае мы заливаем сборку в store, запускаем ее на review и в этот момент начинаем полное тестирование. Соответственно, чтобы к моменту, когда пройдем ревью, у нас уже и тестирование как раз подошло к концу. В результате получается, что полный цикл при релизе нам нужно собрать 4 приложения. Соответственно, две сборки это тестовые, альфа и бета и две сборки релизе. Одна, соответственно, то, что мы кладем в store и вторая на тот момент еще, Apple не купила еще test flight, поэтому нельзя было то, что залил в store, как-то установить до того, как оно стало доступно пользователям. Поэтому самое близкое, что мы смогли придумать, это ad hoc сборка. Соответственно, чтобы проверить, что в store все хорошо будет, мы дополнительно проверяли на ad hoc сборке. В итоге получается, что все, что мы делаем, любое изменение в коде, если сборка чуть-чуть изменяется, увеличивается на секунду, то с учетом того, что у нас, как правило, две архитектуры плюс 4 приложения, это получается 8-кратный прирост. То есть если сборка кода увеличилась на секундочку, то полный комплект на 8. Соответственно, общее время сборки росло и в какой-то момент привалило через 40 минут, то есть каждые минут по 10, в общей сложности, это уже приближалось где-то к часу. Соответственно, в дни, в ночь релиза, когда весь комплект собираешь, в конце проверяем, находим какую-то вдруг проблему и надо все снова пересобирать, а не дай бог еще пару раз. Это было настолько ужасно, что хотелось с этим хоть что-то сделать. Соответственно, у нас возникла идея, что можно было бы не собирать ее каждый раз, а вместо этого как-то пропатчить ИПА, настроить ее, чтобы она отличалась по параметрам и могла, например, таким образом получить альфа-сборку и бету. Она будет, допустим, крыши одна лить в одно приложение, другая в другое. В этом случае мы тогда собираем одно приложение, тратим на это 10-15 минут и после этого нагоняем патчи, получаем весь свой комплект, как мы и хотели. У нас на тот момент уже была исторически ручная сборка ИПА. Мы забирали ее не из архива, а непосредственно из сборки. Соответственно, для нас история, там ее как-то дополнительно подостроить, была не такой страшной и, в общем-то, мы так и сделали. Мы приложение собираем не в древе дату, а прямо, собственно, в папку проекта, поэтому нет проблемы найти результат того, что мы собрали. Мы берем аппы, берем десимы. Десимы, соответственно, просто пакуем, а апп мы накатываем туда какие-то дополнительные ресурсы, например, меняем иконку приложения, может, какие-то меняем иконки ресурсов, соответственно, чтобы было видно, где альфа, где бета. И также меняем пылист, заносим туда соответствующие настройки под хоккиап, чтобы в разные места шли крыши от альфы и от беты. Аналогичная история опять же со стором. И после этого весь комплект переподписываем. Пакуем, и это можно заливать в стор. Соответственно, таким образом мы смогли объединить сборки альфы и беты в одну и сборки стора также в одну. Не смогли все вместе объединить по той причине, что в альфу мы собирали с ревиллом, чтобы если мы видим какую-то проблему, можно было на горячий на тот момент подключиться, посмотреть, что происходит, что там не так. И, соответственно, ревилл уже просто патчем довольно сложно было вынуть. Поэтому в стор сборку собирали уже, соответственно, без ревила, с определенными дефайнами непосредственно под стор сборку. Ее уже просто настройка и IPA было не выдать. Все было хорошо, но, конечно, были и проблемы. Первое, с чем мы столкнулись, это то, что нужно специальным образом собирать приложение, если там есть Swift. Кроме того, что Swift-овые библиотеки должны быть в папке Framework, при сборке IPA они также должны быть в специальной папочке в Swift Support. Причем в одном месте они подписаны, в другом они подписаны. На тот момент так мы сразу сходу не смогли разобраться, но если подсмотреть, как это делает Xcode, мы можем собрать приложение, сделать архив, и тогда видно, что он в логе операций, там видно, что он вызывает вот эту вот тулзу, Swift-сдлептул, и по ее параметрам видно, что туда передаются бинари, передаются папки со всеми экстеншенными фреймворками. Соответственно, вот эта тулзу их сканет и в указанные места кладет подписанные библиотеки в Swift Support и в указанную папку приложения Frameworks складывает то, что уже будет раздаваться пользователям. Но за последнее время с этой тулзой происходит много странной истории. Apple хоть и продолжает ее все еще раздавать, но уже использует какую-то свою встроенную версию. Не знаю, откажется ли она от нее в дальнейшем, но пока вот она есть, в последних Xcode есть, так что можно пользоваться. Следующая проблема возникла у нас, когда с выходом iOS 11 Apple вдруг стал откуда-то брать непонятную иконку. Мы собираем ИПА, накатываем туда наши картинки, какие мы хотели, раздаем на устройство, видим, что на iOS 10 все хорошо, а на iOS 11 вдруг откуда-то берется неизвестная иконка. Смотрели внутри ИПА, нигде нет. Смотрели в АСИД каталог, обычными тулзами, которые в поиске находятся. Нигде ничего нет. В итоге выяснили, что и тулзы не показывают всех ресурсов, а на самом деле в АСИД каталоге эта иконка лежит. И начиная с iOS 11, iOS стал показывать эту иконку именно оттуда. Соответственно, далее для того, чтобы брендировать иконку, приходится пересобирать АСИД каталог при помощи инструмента ACTool, который входит в Xcode. Можно накатить, соответственно, файлик и пересобрать новый имидж с XC Asset и положить его в себе ресурсы. И в этом случае все хорошо. И последняя, наверное, проблема, с которой мы сталкивались, это наличие символов. Когда мы заливаем приложение в Store, то есть возможность приложить туда символы, чтобы получать из Store крыши. Соответственно, для этого надо туда передать отладочные символы, и это не десимы. Опять же, если поглядывать за тем, как это делает Xcode, то видно, что он запускает на самом деле команду symbols вот с такими параметрами. И таким образом для каждой архитектуры бинаря создается файлик .symbols. И это не только для исполняемого файла, также и для расширения, для всех файмворков. Он их все складывает в папку symbols внутри IPA. И в этом случае тогда будут доступны символизированные крыши. Но, собственно, на патчах мы прочитывали пару лет. Все было более-менее терпимо. В течение 20 минут все собиралось. Но проект рос-рос и снова перевалил за 40 минут. Уже, собственно, каждая сборка занимала, стала переваливать за 20 минут. Соответственно, это уже и начали разработчики чувствовать. То есть альфа сборки уже стала долго собирать. Ну и весь комплект опять снова стал приближаться к часу. Это стало вызывать, собственно, те же проблемы. Причем я заметил, что пока я собираю вот этот весь комплект, в этот момент у разработчиков все происходит быстрее. Они в это время могут в исходе собрать откладочную сборку, уже понять, что там в том, что я собираю все плохо, что нужно что-то еще доделывать. И, соответственно, пока я еще собираю, они уже могут что-то накатить. И, в общем-то, мне надо останавливаться и перестартовать. А секрет был, в общем-то, в том, что в отладке мы собираем только активную архитектуру. А для релиза мне нужно собрать все. Соответственно, пока они собирают одну, мне приходится две. И возникла идея, что можно просто-напросто параллельно собирать эти архитектуры. На одной машине собирать одну, на другой другую. И, казалось бы, это должно получиться в два раза быстрее. С учетом того, что у нас ручная сборка ИПА, то возникла идея на разных тачках собрать, потом все куда-то в одно место слить, там замешать все в универсальное приложение, переподписать и покатить в стор. Должно быть все хорошо. В итоге реальная схема получилась примерно такая. Мы запускаем скрипт, который на разных машинах запускает сборки отдельной архитектуры. Потом этот результат закачиваем на исходную машину. Скриптами собираем результат сборки в одно приложение. Опять же, настраиваем, подписываем и получаем желаемый комплект сбора. Если детально рассматривать эти шаги, то параллельная сборка фактически построена на рубовом скрипте. Это рубовый тредпул, который фактически на каждый поток, в каждом потоке запускает одну из задачи на какую-то заданную машину. У нее есть пул машин, на которых он может выполнять работу. Соответственно, он к ним по SSH коннектится и там какой-то скрипт выполняет. И сам этот скрипт, это не какая-то одна команда, а это тоже серия операций. В рамках него он забирает исходники из GitLab. Собственно, брендирует, собирает. И результат именно в рамках скрипта сборки, результат по SCP, то есть фактически опять же стандартный тулзой, заливает на основную машину. Далее мы из этих результатов берем одну из архитектур, берем ее как основу. Соответственно, кладем ее туда, где у нас будет наше универсальное приложение. И далее проходимся по всем бинарям. И при помощи тулзы липо соединяем бинари и кладем их в результирующее приложение. Таким образом у нас получается, собственно, ап уже с универсальной версией. Причем, соответственно, все расширения и библиотеки уже кладутся только именно в этот исходный ап, в общий. А с D-символами примерно та же история. Их тоже надо собрать в один пакет, но в данном случае, поскольку они не сложены один в другой, мы их заливаем в хоккап по отдельности, то их можно паковать отдельно. Одно для основного приложения, одно для расширения и для библиотеки. Но при этом возникает один нюанс, с которым мы столкнулись и довольно долго разбирались. Проблема в том, что при сборке, поскольку мы собираем под одну архитектуру, то в инфопилист записывается ключик, который требует, чтобы приложение запускалось именно под этой архитектурой. В результате этого первое, что видно, это то, что на остальных архитектурах банально не запускается. Но это как бы сразу видно. А вот второй момент в том, что если в приложении есть какие-то бандлы, ресурсы объединены в бандлы, то в этом случае в каждом таком бандле есть свой инфопилист. И в этот инфопилист заносится тот же самый ключик. И начиная где-то с лет этого года, по этому ключу они начали просто в процессе апсиннинга просто вырезать его для соответствующей архитектуры. То есть если мы использовали ARMv7, то устанавливали на 64-битное устройство, там просто, например, этих бандлов не оказывалось. Соответственно, мы таким образом ставили и почему-то не могли найти базу. А поскольку все это должно произойти после апсиннинга, то есть это то, что заливалось в store, это не видно на альфе и бете, которые не проходили апсиннинг, то найти было это довольно сложно. Но вот мы обнаружили этот момент. И в итоге, просто удаляя этот ключ, все становится нормально. Где-то весной этого года от разработчиков PS PDF Kit была статья о том, как они круто собирают свою библиотеку на распределенных машинах. Мы в тот момент уже где-то полгода использовали свою систему параллельной сборки, но с большим интересом отнеслись к тому, что вроде какие-то достаточно стандартные тузы они применяют. Хотелось попробовать сравнить, соответственно, с тем, что получилось у нас. Работает. Там схема строилась из двух инструментов. Это приложение DIST-CC и C-Cash. Они рекомендовали их использовать обязательно в связке. По отдельности говорили, что хуже. Мы начали с того, что попробовали DIST-CC. Эта штука фактически позволяет, когда приложение собирается, то вместо того, чтобы подавать на компилятор сборку исходника, он передает уже припроцессорный файл, то есть то, что прошло припроцессор, не припроцессор, а прикомпилятор, передает в эту тузу и эти данные копируются на одну из машин, которые используются в сборке. Там на этой машине происходит компиляция и результат передается обратно. То есть по факту проекты даже может не присутствовать на тех машинах, а там происходит только непосредственно сборка. Попробовав эту штуку, у нас было в пуле сборки всего две машины. Мы на них развернули и в такой конфигурации прироста не увидели. Даже стало хуже. Проблема заключается в том, что вот этот процесс при компиляции и раздаче заданий на разные машины и сбор результатов оттуда, он дает довольно весомую нагрузку. Соответственно, если в нашем случае мы на этих двух машинах параллельно собирали по архитектуре, и это был более-менее равномерный процесс, то в этом случае к этим задачам добавляется еще и довольно тяжелый процесс управления всем этим, раздача и сбор данных. Поэтому машина, которая в итоге два блока хостит, она получает больше нагрузки и собирает в итоге дольше. Если выделить ее на отдельную машину, получается легче, но, соответственно, для этого нужно больше тачек. Мы в своей конфигурации в итоге бенефита не увидели и остались при своем механизме. Авторы той статьи говорили, что обязательно надо использовать ccash. Эта штука при сборке позволяет кэшировать то, что собралось. Соответственно, если у вас происходит много сборок, то в этом случае предыдущие результаты могут использоваться уже в последующих сборках. И за счет этого, видимо, получается большой прирост. Нам показалось немного рискованным использовать результат предыдущих сборов. Хотелось собирать каждый раз более-менее с чистого листа. Соответственно, ccash мы не стали рассматривать. Тем более, что если изменения достаточно крупные, то это все равно приведет к пересборке всего проекта. И тогда, опять же, эффект от него будет нестабильный. То есть иногда будет помогать, а иногда помогать не будет. Поэтому мы тузу использовать не стали и остались на своей. И на текущий момент продолжаем использовать свою схему. Ну, на этом, собственно, все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, готов ответить. Здравствуйте. Собственно, Дима Тиньков. Спасибо за доклад. Вопрос. Стоила ли она того? Ну, сколько вы в итоге сэкономили? Ну, собственно, она ускорилась почти два раза. Непосредственно процесс сборки стал короче в два раза. Единственный момент в процессе сборки есть заливки в океа, поэтому не удалось получить прям чисто в два раза. Но вот именно то, что компилировалось, оно реально около двукратного сокращения по времени дало. Спасибо. А сколько по времени оптимизация в целом заняла? То есть сколько человеко-часов? Кажется, за пару дней мы всю схему соорудили. А, спасибо. Если пар параллельной смеси. Привет. Спасибо за доклад. У меня вопрос, который не требует прямо точного ответа, он скорее риторический. Как часто эта схема дает сбой? То есть как часто что-то ломается? Ну вот я перечислял различные проблемы, которые возникали при ручной сборке. В основном они вот такого плана. То есть поскольку мы собираем не стандартным методом, а во многом по-своему, то те нюансы, которые Apple заносит, они вот иногда вот так стреляют. Происходит это, ну, наверное, может раз в год, вот где-то на таком уровне. Вот, и это, ну, как правило, вот такого плана сюрприза, что до этого не было, и вдруг что-то они поменяли, и начало работать иначе. Вот как-то так. Привет. Спасибо за доклад. Я хотел спросить, а если просто это перевести на FastLine, TI и несколько тачек, то есть это будет аналог или решение, которое тоже сократит и будет собирать просто на нескольких машинах и уже через FastLine. Ну, кажется, FastLine это скорее в тему ручной сборки IPA, потому что, в принципе, методы, которые мы используем, они в том числе там аналогичные есть. Вот, то есть это скорее вот в эту сторону. То, чтобы именно параллельно собирать, если честно, я сам не видел такого. Может быть, оно уже есть, но все-таки довольно большой в FastLine и все растет. Вот, но вот когда мы сами думали, где бы найти, как бы собирать параллельно, то поискали, есть ли что. Я думал, может, есть какой-то же реально фреймворк, который бы параллельно собирал. Но первое, что я увидел, это все говорят, раньше Кискот мог, теперь не может. Поэтому мы как бы соорудили свое. Есть ли в FastLine, я не знаю. Ну вот, кажется, нет. Еще. Спасибо за доклад. Вы потратили много времени, узнали о каких-то проблемах. И я, как человек, который в этом практически ничего не понимает, про команды, параметры и так далее, особенности сборки. Вот, есть ли возможность, допустим, посмотреть ваше решение, или собираетесь, или вы там, я не знаю, в Open Source вы хотите что-нибудь как-то показать, чтобы там, вот мы делаем так. Ну, если честно, мои инструменты для сборки ИПА есть на гитхабе. Вот, там никакого, ничего особенного нет. И если честно, они там продублированы в том же FastLine, аналогичные инструменты есть. Не знаю, я вот буквально недавно там встречал, попадались мне еще пару схожих инструментов. И разработчик AF Networking тоже там содержал набор инструментов для тех же задач. В принципе, это не такая редкая штука и в решении подобного плана масса. Что касается непосредственно вот параллельной сборки, то она не совсем такая обособленная на текущий момент. Ну и надо признать, что там никакого космоса нету. Реально механизм очень простой, трэдпул, который запускает SSH задачи буквально и все, что он может. То есть его задача запустить по SSH параллельно на разных машинах скрипты и просигнализировать, что все SSH задачи, которые он запустил, закончились. Вот буквально так. Поэтому мы думали, как что-то такое подготовить, но на текущий момент, честно говоря, пока нет. Возможно, что мы как-то ее доготовим, чтобы она была изящно выглядела. Пока она не совсем такая. Спасибо за доклад. А как вы собираетесь с биткодом? Или вы не собираете сейчас с биткодом? Ну, с биткодом, честно говоря, не собираем. Но и казалось бы, вроде он все равно, наверное, соберет по обе архитектуры. Одну, да, собирает? Ну, возможно, те, у кого есть биткод, тем полегче. Но если у вас есть какие-то кодеки, какие-то хардверные такие штуки, что там написано на низком уровне, то с биткодом все время проблема. Потому что он вроде требует, чтобы все было с биткодом. И если что-то такое есть, то все, приходится его не использовать. И в этом случае тогда вот это неплохое решение. Это с одной стороны. А с другой стороны, если у вас приложение можно разбить на модули, то опять же можете модули пособирать параллельно. И дальше уже, собственно, слинковаться на одной тачке. В принципе, мы как первый шаг, самый простой, придумали с архитектурами. И думали, что если сил хватит и интерес будет, то, в принципе, дальше уже, собственно, помодульно собирать на разных машинах. Думаю, что это тоже вариант. У нас последний вопрос. Привет, Ренат. Я из Альфа-банка. У меня несколько вопросов. Насколько вот большая кодовая база и используются ли два языка в проект? То есть Swift, Objective или у вас только Objective? Или только Swift? Честно говоря, мы Swift попробовали в какой-то момент, увидели проблему как минимум с размером. Опять же столкнулись с той проблемой, о которой я говорил с тем, как туда это все заносить. И на тот момент вынесли. После этого было несколько докладов, что Swift и Start вызывают проблему. Поэтому на текущий момент у нас Swift нет, но у нас есть, вместо Swift у нас есть плюсы. У нас фактически Objective-C и C++ активно используются. Вот как бы этот набор языков. И второй вопрос. Вы не пробовали сначала сделать оптимизацию кода, а потом уже пролилить сборку? Просто, ну, это как бы кажется немного более интересным решением. Оптимизация сборки, оптимизация кода, вещь, конечно, хорошая. Как бы, тем более, тут может быть как-то более нам могло бы помочь разделение языков. Потому что здесь мы вот буквально недавно там увидели проблему с тем, что переходя на простый, переходя на компилятор Objective-C++, то есть перименовывая файл .mm уже прибавляется время в компиляции. Но это процесс довольно трудоемкий. И результат, конечно, он даст, но не так быстро, как это. Это дало результат буквально там недели работы в общей сложности с разворачиванием. И оно в два раза короче. А эту работу надо проводить время. Безусловно, она нужна, но она не дает вот такого быстрого прироста. Опять же, все вместе, тем более, дает еще более интересный результат. Просто это сейчас выглядит, как что пройдет опять какое-то время, опять сборка вырастет в два раза и придется опять придумывать какое-то решение. Не исключено. Не исключено и не факт, что даже если мы все оптимизируем, будет прямо что хорошо. Потому что функционал какой-то растет, какие-то все новые функции прибавляются. В принципе, опять же, и когда-то не надо было две архитектуры собирать. Теперь стало надо. Может, Apple что-то придумает еще такое, что опять же время увеличит. Ну и наконец, насколько я слышу жалобы от тех, кто работает на свифте, там проблема сборки, прямо проблема сборки. Это прямо боль. Соответственно, думаю, что если перейдем, то мы там ощутим вовсю. Хорошо, спасибо. Поблагодарим Диму. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...